Всем привет! Сегодня с вами 7 самых топовых смартфонов с Алиэкспресс. На седьмом месте у нас Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Процессор Snapdragon 650 с частотой 1,8 ГГц. Экран здесь 5,5 дюймов. Full HD разрешение 1920х1080 точек. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Аккумулятор здесь несъемный на 4000 мАч. Две камеры основная. Камера здесь 16 мегапиксельная. Фронтальная камера здесь 5 мегапиксельная. Весьма достойное качество записи дает данный аппарат. На шестом месте у нас Yumi Touch ID Helio. 5,5 дюймовый экран с Full HD разрешением 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Основная камера 13 мегапикселей, фронтальная камера 5 мегапикселей. Вообще это очень интересная модель. Батарейка здесь от компании Sony, оперативная память от компании Samsung, экран здесь от компании Sharp, а камера здесь от компании Panasonic. На пятом месте у нас Xiaomi Mi Max. Это реальная лопата. 6,5 дюймов Full HD экран. Это нереально много. Даже у компании Sony таких смартфонов пока еще нет. Батарея здесь на 4800 мАч, оперативной памяти 3 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Камера основная 16 мегапиксельная, фронтальная камера здесь 5 мегапикселей. Единственное, что может смущать в данном смартфоне, это его размеры. 173 мм на 88 мм. Это реально много. На четвертом месте у нас Aukitel K6000 Pro. 5,5 дюймовый экран с Full HD разрешением 1920 на 1080 точек. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Здесь стоит камера от компании Sony, 16 мегапиксельная. Фронтальная камера здесь 5 мегапикселей. Самый главный плюс данного смартфона, это батарея на 6000 мАч. Так же, как заявляет производитель, данный смартфон влагозащищенный. Насколько это так, я не знаю. Сделан из алюминиевого сплава, как заявляет производитель. Так же он влагозащищенный. Это абсолютно новая и никому пока еще неизвестная китайская модель. На третьем месте пока еще мало кому известный китайский гость Leica Le Max 2. Экран 5,7 дюймов, 2560 на 1440 точек. Это реально круто. Процессор здесь Snapdragon 820 с частотой 2,1 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ, либо 6 ГБ. Все зависит от выбранной версии. Встроенной памяти от 32 ГБ до 128 ГБ. Камера основная 21 Мп. Я не знаю, откуда ее взяли, но заявлен 21 Мп. Фронтальная камера 8 Мп. Единственный минус данного смартфона, это аккумулятор. 3100 мАч. На втором месте у нас OnePlus 3. Довольно-таки известная уже модель. Процессор здесь Snapdragon 820. Экран 5,5 дюймов с Full HD разрешением 1920 на 1080 точек. Оперативной памяти 6 ГБ. Это весьма круто. Встроенной памяти 64 ГБ. Основная камера здесь 16 Мп от компании Sony. Фронтальная камера 8 Мп. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Единственный минус данного смартфона, это батарейка. Всего лишь на 3000 мАч. Данного смартфона будет хватать, скорее всего, только на один день. И на первом месте у нас сегодня новинка от компании ZTE. Exxon 7. 5,5 дюймовый экран 2560 на 1440 точек. Компания ZTE постаралась с данным смартфоном. Основная камера здесь 20 Мп, фронтальная камера 8 Мп. Процессор здесь Snapdragon 820. В зависимости от выбранной версии, есть 4 ГБ оперативной памяти, а есть 6. Также в зависимости от выбранной версии, либо 64 ГБ встроенной памяти, либо 120. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Данная модель является новинкой 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok